Приветствую вас! Давайте будем разбираться сейчас с тем, что вы написали. Значит, после сделанного парным предложением в ноябре, в отношениях стало очень много ссор. Как будто он стал более настоящим, впечатливым. Ну вот, этот момент, его надо бы, конечно, раскрыть по-лучше, потому что это важно. И то, что мужчина сделал вам предложение, да, и то, что начались ссоры. То есть, ну, скорее всего, здесь есть какая-то связь, ну вот, между этими двумя явлениями, между этими двумя вещами, событиями. А какая связь? Ну, в первую очередь, конечно, можно говорить о том, что именно для молодого человека, значит, предложение, которое он вам сделал. Вот именно, какое значение Молодой человек предает, или предает, или предавал, значит, предложение, которое он вам сделал. Это, пожалуй, здесь самое главное. Потому что, если для молодого человека предложение, значит, ну, что-то одно, да, то есть, ну, просто что-то одно, значит, для него предложение. Для вас, например, это значит что-то другое, вот, ну, соответственно, тут уже нужно разбирать в том, правильно ли вы оцениваете и понимаете, собственно, то, что вот, происходит. То есть, правильно ли вы интерпретируете предложение. Дальше. А, поскольку молодой человек вам его сделал, то, соответственно, очень важно то, как вы на него отреагировали, на предложение это. То есть, отреагировали ли вы на него, там, допустим, допустим, хорошо, ну, позитивно. Или отреагировали ли вы на него наоборот, как-то не так, как, ну, ему бы, ему бы, например, хотелось бы этого. Да? Понимаете, о чём мне прежде, я надеюсь. То есть, тут вот этот момент, и вот тут тоже, нужно, ну, смотреть. Дальше. Следующий аспект. Это ссоры, которые начались, ну, у вас после того, как он сделал вам предложение. На мой взгляд, у любой ссоры есть свои причины. Вот. И в данном случае, если вы, значит, ссорились, если вы начали ссориться, значит, произошёл какой-то конфликт. Да? То есть, за ссорами кроется, кроется всегда какое-то желание. Ну, желание, например. Мужчины, ваше желание, то есть, вы почему-то ссорились, тоже, вот, ну, вступали, как бы, в ссору. Вот. С мужчиной. Вот. И это, в общем и целом, тоже нужно разбирать. Потому что, как бы, ну, если вы ссорите, значит, на это есть какие-то причины. А если есть причины, то, соответственно, вы, наверное, ну, в чём-то не удовлетворены. Вот. С названием. Либо есть. Кхм-кхм. Страх. Страх какой-то. Вот. Либо, либо что-то ещё. Ещё. Ну, об этом я, наверное, скажу чуть-чуть больше. Вот. То есть, для начала, для начала нужно увидеть, увидеть связь между тем, что вы ссоритесь и тем, что он сделал вам предложение. Вот. Вот. То, что эта связь есть, я уверен на сто процентов. Вот. Но эту связь, знаете и видите и можете дать по ней информацию только вы. Никто больше. Вот. Вот. Мне кажется, ну, вот, пока, то, что можно предположить, то, что мужчина просто чересчур завышенный и ожидания имел от предложения, которые он вам сделал. То есть, просто вот у него чересчур завышенные были ожидания. И всё. То есть, больше, как бы, причин нет. Вот. То есть, возможно, я думаю, что после того, как он сделает вам предложение, вы как-то изменитесь, ну, поменяете, да. То есть, вот. Возможно, он, наоборот, сделав вам предложение, подумал, что вы его примите, ну, вот, примите его вообще любым. Да, то есть, теперь вот после того, как вы приняли предложение, да, то теперь всё, теперь он может вообще делать всё, что хочет. И вы, как бы, ну, никуда не денетеся от него. Вот. Вот. Это, конечно, маловероятно, но тут тоже вполне может быть. По крайней мере, мне кажется, что исключать такого рода вариант нельзя. Вот. Ну, и примерно, 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 всё в таком духе. Примерно всё в таком духе. Поэтому, как правило, это всё-таки именно ожидание, именно завышенное ожидание от предложения, которое мужчина вам сделал. Исходя из этого, исходя из этого, можно предположить, что предложение, которое он вам сделал, было сделано для себя. То есть, не для вас, не для вас оно было сделано, да, а для себя. То есть, он сделал предложение, потому что ему хотелось для себя что-то там, ну, получить, что-то там, он надеялся для себя выиграть, ну, и так далее, так далее. То есть, причины здесь, они, вот, могут быть такими. Вот. Опять же, это не хорошо и не плохо, да, просто это нужно вот иметь в виду, что такая, ну, такая ситуация вполне возможно. Вполне возможно. Вот. Понятно, да, надеюсь, о чём, о чём я говорю. Вот. И нужно сейчас, соответственно, если, если это действительно так, то вам просто нужно на этом акцентировать своё внимание. что мужчина, он, вот, сделал это, к сожалению, для себя. Он это сделал не для вас, он это сделал для себя. Вот. Это не стоит воспринимать как оскорбление, да, потому что, ну, для многих людей подобная позиция, в принципе, ну, может быть нормальная. Для многих людей, просто они, вот, так воспринимают, ну, так воспринимают предложение. Вот. То, что вам нужно в этой, в этой ситуации сделать. Это, вот, это вот, обязательно для себя определить, какое значение, эээ, ваш мужчина предавал, значит, ну, браку. Вот. Или, эээ, предложению, которое он сделал. Вот. Вот. Это, необходимо, необходимо. Потому что, на мой взгляд, эээ, ситуация немножечко нетипичная, из-за того, что, ну, обычно, ссоры происходят, после того, как, эээ, пара, ээээ, ну, создаёт семью. Вот. А у вас, как бы, история такая, что, как бы, вы ещё семью не создали, вот, мужчина не сдал вашим мужем, да, не сделал вас своих своей, вот, и он уже, значит, как бы, история с вами, вот, ну, это, это не совсем типично, и мне кажется, что, ну, данный аспект, как бы, его нужно обязательно рассмотреть, потому что тут очень легко ошибиться, вот, а ошибка, мне кажется, ну, здесь, именно здесь ошибка неприемлема, вот, абсолютно, надеюсь, вы это понимаете, что-то, дальше, так, я стал замечать, что даже находясь вместе, он общается с друзьями в соседях, на выходные встречающие друзья, отдыхать к друзьям. Ну, вот здесь вам коллега моя, да, она сказала, что вы вполне возможно чувствуете себя брошенной, ну, можете чувствовать себя брошенной. Если это так, если это, ну, действительно так, что проблема кроется в вас, то, что вы себя так чувствовали, для того, что мужчина вёл себя подобным образом, и связано это во многом, во многом, опять же, с тем, что нужно именно вам, понимаете, то есть, именно вам нужно, чтобы мужчина, ну, например, проводил с вами, там, допустим, больше времени, например. И, когда он этого не делает, то вы чувствуете себя сразу хуже и, соответственно, из-за этого, ну, что-то, начинаются проблемы у вас. Ну, проблемы имеются в виду восприятия себя. Вот. Проблемы имеются в виду, касательно, вот, того, как вы себя чувствуете. Вот. Понятно, да? О чём я тебе пречу? Я надеюсь. Дальше. Так. После очередного конфликта он пришёл ко мне и сказал, что хочет неделю перелива, чтобы побыть одному и подумать, почему всё в отношениях поменялось. Ну, смотрите, вроде бы, да, неплохо. То есть, мужчина как бы пришёл, да, сам, ну, сам понял какие-то вещи, вот, сам понял, что так нельзя, сам понял, что движется в каком-то, ну, нехорошем направлении, вот, то есть, в целом, это здорово. Вот. Но! Конфликт-то какой? То есть, конфликт-то по какому поводу был? Ведь вы же понимаете, что, с одной стороны, конфликт никак не характеризует состояние отношений, потому что он может быть связан вообще совсем с другими процессами, которые происходят в человеке. Вот. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конфликт показывает то, как человек ведёт себя в тяжёлой ситуации. Ну, в тяжёлой, в неприятной, для него, для себя ситуации. Вот. И вы можете сделать вывод относительно того, как человек справляется с трудностью, например. Вот. Ну, понимаете? То есть, здесь важно ещё раз понять, из-за чего конфликт был. Почему он, ну, почему они у вас появились? Ведь в конфликтах участвовали два человека. То есть, и вы тоже участвовали в конфликтах. И вот именно вы-то почему участвовали в конфликтах? Вот. Что вас стимулировало на то, чтобы конфликтовать. Вот. Потому что он пришёл, не вы. Дальше, значит, он разленился, стал вести себя иначе ко мне, где-то даже агрессировать, ломать мои вещи, рвать куртку и кричать. Вот здесь вы немножечко сбиваетесь, на мой взгляд, с повествования, потому что, ну, смотрите, что вы пишете, что он вам говорит. Да, он вам говорит, что, ну, хочет неделю перерыв, чтобы понять, о чем причина, да, почему так происходит. Вот. А вы тут же говорите, что он разленился. То есть, это уже, типа, как идёт ваша претензия к нему. То есть, это не то, что он говорит, это то, что вы говорите, что он разленился, стал агрессировать. По поводу разленился, это вопрос, требующий отдельного, как бы, разбора. Ну, потому что лень, это такая история, которая является очень субъективной и завязана она, лень, лень, я имею в виду, значит, завязана лень достаточно часто именно на неких таких ожиданиях, которые, ну, есть у человека. Вот. Поэтому я полагаю, что тут работа с ожиданиями, в принципе, важна. Ну, то есть, с пониманием того, что есть ожидания, что я хочу, что мне нужно, вот, и так далее. Что касается агрессии, то агрессия у вашего молодого человека может быть связана только с одним. только с тем, что ему, ну, стало напряжно. Вот так. То есть, что-то стало его напрягать. По какой-то причине. Вот. По какой причине, я, конечно, сказать не могу. Умыл, потому что непонятно здесь, что и как, да. Непонятно вообще развитие, не ясно развитие ситуации. Вот. То есть, по вашим словам, получается, что просто вот начались конфликты. А после того, как он сделан предложение. Ну, но я наверняка знаю, что просто так конфликты, как бы, ну, не появляются. Вот. То есть, они появляются, но у этого, как бы, должны быть причины, причины. Вот. Поэтому агрессия – это страх. Мужчина боится. Вот. Чего боится? Чего именно он боится? Чего конкретно он может бояться? Это уже вопрос. На который, ответ на который, скорее всего, знаете, ну, в большей степени, наверное, вы, чем мы. Потому что молодого человека своего, знаете, хорошо именно вы. Именно вы знаете молодого человека хорошо, а не мы. Мы молодого человека не знаем практически. Вот. Понятно, да? Я надеюсь, о чем идет речь. А, дальше. Дальше. Так. Сказал, что любит расставаться ненамерен. Выйдя от меня, уехал в другой город отдыхать к друзьям. Видите вы. Вы знаете, вот хочется у вас здесь спросить. Да? Спросить хочется. Вот он уехал, значит, ну, к друзьям. Вот. И что? Ну, он хотел, он хотел, или хочет, или хотел, неважно, подумать. Да? Затем и того, что происходит у вас в отношениях. Эээ, простите, вы себе как-то представляли вот эту вот историю? Ну, вот эту вот историю, как он, как он будет думать? То есть, вы как-то хотели, чтобы это было? Или что-то еще? А как вы думаете, почему он это скрыл? Папа, почему люди вообще врут? Ну, склонны врать. Почему? Почему люди врут? Потому что люди врут, потому что, значит, не принимают себя и свои желания такими, какие они есть. Вот поэтому люди врут. Теперь. Теперь. Эээ, внимание, внимание, да, внимание, вопрос. Как бы. Внимание, вопрос. Если Ваш молодой человек. Да. Изглас молодой человек. Вам врет. Ну, ну вот. Как вот вы говорите. Да, если он врет. То, о чем это говорит? В первую очередь, о том, что он себя таким, какой он есть, не принимает. И он, а, значит, боится, что вы не примите его таким, ну, вот таким не примите его, какой он есть. То есть, вы не отнесетесь адекватно и объективно к его желанию, например, ну, к его желанию, допустим, а, значит, обохнуть друзьям. И самое интересное, самое интересное, то, что он был прав насчет вас в этом аспекте. Вы действительно не отнеслись адекватно к его такой вот позиции. К его желанию. К его желанию, ну, обохнуть. Потому что у вас есть свое представление о том, как он должен был, эээ, там, значит, ну, думать, ну, как он должен был решать этот вопрос с вами. То есть, вопрос именно вот, касающийся отношений. Вот. И у меня к вам вопрос, наверняка, а почему, почему вы считаете, что можете человеку, как бы, эээ, ну, диктовать? Почему вы считаете, что, эээ, можете, эээ, указывать человеку, как ему, справляться с, эээ, ну, проблемами, которые у него, эээ, есть, да? Например, вот, эээ, проблема, там, допустим, отношений с вами. Вот. Вас зацепило, что он скрыл об вас это. Но это зацепило вас. То есть, как бы, реакция ваша. Так почему же вы возлагаете ответственность за свою реакцию на мужчину? Я понимаю, что неприятно. Ну, я понимаю, что это неприятно. Понимаю, что неприятно, что он нас поскрыл. Я понимаю, что вас это зацепило. Я понимаю, прекрасно понимаю. Но ответственность за то, что вас зацепило. Нужно брать вас как взрослому человеку. Ну, как взрослому человеку, который отвечает за себя, за свою жизнь, за то, что он делает и так далее, понимаете? Вот это, это, то, что вам, именно вам нужно сделать, зацепило меня, зацепило меня, а отвечает кто? А отвечает другой человек, да, отвечает как бы, ну, ну, мужчина отвечает, зацепило вам. И получается, получается, перенос ответственности, ну, вот, ничего, ничего хорошего, этот перенос ответственности вам, естественно, дать не может, потому что, ну, как бы, понятно, что вы будете возлагать вину на человека, зато он, ну, не дал или не дает вам того, что вы хотите. Дальше, меня как переклинило, и было решено, что все это надоело, надо взять инициативу в свои руки, с расставанием. По сути, вот, если, ну, если говорить, значит, как есть, да, вы испугались. По сути, вот, я не знаю, насколько вы согласитесь с этим, но вы испугались, по факту. Вы испугались быть бросен, вот, или вас, или вас кто-то другое напугал, напугало, напугало, вот, ну, что-то, о чем мы можем не знать, конечно же. То есть, что-то, о чем вы не сказали нам здесь. Ну, очевидно, очевидно, что его действия запустили некий процесс у вас, некий процесс, который и привел, собственно говоря, к тому, что вы решили расстаться. То есть, вы проигнорировали выбор мужчины, как-то проблему решить, да, ну, своим способом, своими методами, да, по-своему. Вот. И решили сами принять решение, ну, как бы сделать выбор, вот. Понимаете, если бы вы сделали свой выбор исключительно самостоятельно, да, то есть, вот просто он пришел, да, сказал, что, типа, вот, ну, мне нужна, ну, неделя, да, сколько, сколько вы там сказали, да, неделя, неделя, вот, вы говорите ему в ответ. Нет, ты знаешь, дорогой, я тоже думала, и, например, да, и предлагаю выводу, что никакой недели не будет, да, вот, значит, мы расстанемся с тобой, ну, вот, прямо сейчас, потому что, как бы, я думала об этом, и я поняла, что так я не хочу. Вот. Вот, если было бы так, если было бы так, то, я думаю, что это было бы, ну, нормально. Это было бы естественно. То есть, это абсолютно естественная реакция, абсолютно естественная нормальная реакция. Но у вас реакция началась после того, как мужчина сказал, что вот мне нужна неделя, ну, перерыв, мне нужен перерыв. И вот именно по этой причине, именно по этой причине, потому что вы сказали, что вы только после этого решили с ним расстаться. Я и предполагаю, что дело здесь не в нем, и не в его решении, и не в вашем решении, которое принималось невзвешенно, а дело в страхе. Дальше. Поптим, написали ему это, мы достались, на следующий день он приехал за вещами, мы пытались поговорить. Здесь есть некая противоречие. То есть, вы ему говорите и пишите, что вы расстаетесь, как бы, да, вот, как бы вы расстаетесь. Потом он приходит за вещами, и вы пытаетесь поговорить. Тут возникает вопрос невольно. Так вы расстаетесь или пытаетесь поговорить? То есть, если вы разговариваете, то это, ну, это никак не расставание. Вот. Что, соответственно, чувствует мужчина в этот момент? Ну вот, в данной ситуации. Мужчина чувствует непостоянство. Мужчина чувствует отсутствие. Отсутствие с вашей стороны четкой позиции. Ну, по данному, по данному вопросу. Понимаете? Вот. Вот. И вы сами еще менее серьезно выглядите в его глазах. К сожалению. Ну, потому что, как бы, да, вроде сказали одно, а получается другое. Вроде сказали, что расстаемся. Ну, вроде бы. Вот. А пытаетесь в итоге поговорить. Понимаете? То есть, это вот такая позиция, значит, которая ведет столько лишь к обесцениванию человека. Ну, в данном случае вас. То есть, чего вы хотели, когда пытались поговорить? Что вам было нужно, когда вы пытались поговорить? Какая была у вас цель, именно у вас цель, когда вы пытались поговорить? Ну, вот. С мужчиной. Со своих. Вот. Ведь хотели сейчас поговорить, правильно? Хотели поговорить. Значит, ну, были какие-то желания. Как эти желания связаны с тем, что вы предлагали ему расстаться? Ну, вот. Понимаете ли вы, что, как бы, это эмоциональные качели, как бы. Эмоциональные качели всегда связаны с тем, что человек не очень, не очень, отдает себе отсчет в том, что он чувствует на данный момент, ну, вот, на данном этапе, что он чувствует, что ему нужно, там, и так далее. Понимаете? Понимаете? Какая, какая история? Вот здесь. Ну, вот. 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 Но у мужчины-то не так. Вот. Мужчина-то, он, эээ, считает. Как? Мужчина считает. Мужчина считает, что, если, там, например, вы сказали расстаться, то всё, это, однозначно расставание. Вот. И всё. Как бы. А, получается, получается, что ни о каком расставании речи не идёт. А вы, как будто, манипулируете им. А человек стремится избегать, избежать любой манипуляции. Вот. Почему это манипуляция? Потому что вы сказали, сказали, что расстаётесь, но на самом деле не расстаётесь. Вот. И мужчина, эээ, у человека, у любого человека, сразу просыпается инстинкт. Инстинкт, как бы, ну, самосохранение, защиту. А вам манипуляция, ээ, нужна для своих, ээ, для своих желаний. То есть, за этим стоят ваши, ваши желания, ваши страхи. Вот. Опять же, мы, ээ, Лидия, Лидия, мы пытались поговорить, пишите вы. На самом деле, нет. Не мы пытались поговорить. Вы пытались поговорить с, ээ, мужчиной. Потому что вам это, ну, было нужно. Для чего вам это было нужно? Нужно. И о чём именно вы пытались поговорить? Что именно вы хотели сказать мужчинам? Вот. То есть, как бы, вот эта вот история, что мы пытались поговорить, это, ага. Размитие ответственности, на мой взгляд, очень сильно здесь. Потому что, эээ, ну, потому что, когда есть мы, нет я. А когда нет я, нет личной ответственности за то, что я делаю. Понимаете? Понимаете? Вот. И, как бы, происходит, эээ, подмена, подмена. То есть, вместо я, вместо я, получается мы. И всё. Нет, 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 нет человека. Поэтому ещё раз здесь подумайте, что именно вы хотели сказать своему мужчине. Почему вы ему это не сказали? То есть, получается так, что вы хотели не столько сказать, сколько вот, наверное, донести до человека. То есть, как бы, отказ его от своей, ну, от вашей позиции, да, несогласия, скорее всего, не принималось. Ну. Понятно, да, ну, то есть, как бы. А, и, вот вы пишите, что мы пытались поговорить, но так продолжаться не могло. Нужно было, эээ, что именно продолжать? Нужно было что-то менять, иначе это примирение было бы недолгим. Вот. Вот так. Правильно, нужно было что-то менять. А кому менять? Кому, кому, кому менять-то нужно было? Понимаете, вот ключ, ключевой вопрос. Эээ, кому нужно было менять? То есть, вот вы говорите, что нужно менять? Ну, менять нужно, да, согласен, нужно менять. А кому? Вы считаете, вы считаете, кто должен меняться-то? Ведь, наверное, наверное, считаете, что меняться-то должен мужчина? Ну, скорее всего, я так подозреваю. Вот. Потому что претензия-то у вас к нему основная. Вот. То есть, тут вот, конечно, мне, мне думается, что вновь происходит размитие ответственности. Вот. Тогда вы правы, когда говорите, что нужен какой-то вывод из, ну, из примирения. Вот. Тут вы правы, конечно. Я с вами согласен здесь. Но, опять же, это означает не только перемены обязательные человека, но это означает и, как бы, необходимость прислушивания к нему. То есть, прислушивания к тому, с кем вы находитесь в отношениях, прислушивания к тому, значит, с кем вы пытаетесь построить отношения. Вот. А если вы, как бы, этого не делаете, да, вот, то получается какая-то односторонняя история. И именно так, именно так, мне это и кажется. Вот именно так это выглядит, что вы пытаетесь просто человека поменять. Манипулируя, возможно, расставанием там и прочее, прочее, прочее. Вот. Что, безусловно, чем-то хорошим не является. Дальше. Так. В общем, три дня он приходил ко мне, давая понять, что скучает, любит. А вы что делали в этот момент? У него какой-то внутренний барьер, из-за которого он не может ничего начать менять в наших отношениях. А вы? Лидия, а вы? Вы-то сами, что менять, в общем и целом, готовы, там, хотели бы, могли бы и так далее. Вот. Почему только он? Почему разговаривают только о нем? Вы же еще в отношениях тоже есть. И, может быть, если вы, как бы, участник отношений и увидите, что у мужчины, там, например, где-то что-то там тяжелое и так далее. Вот. И если вы его любите, то почему бы не пойти, как бы, ну, к нему на встречу? Сделать что-то для него. Меняться самостоятельно, начать менять самостоятельно что-то. Вот. Но этого вы тоже не сделали. Я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы об этом во всем подумали. Вот. Что, по факту, по факту, вы требуете перемен от человека. Вот. Но сами в отношениях не менять. Вот. А, по-другому, по-другому это не работает. То есть, один человек меняться, он, ну, не то-то не будет тяжело. Одному человеку меняться очень, очень тяжело, тяжело. Вот. Вот. Легко потерять мотивацию. И, плюс, давление очень, ну, мощно. Вот. Оказывается. На, человек. Вот. Вот. Потому что, как бы, ну. Такое впечатление, да, что все на нем лежит. Что из-за него происходит. Что не так. Вот. И заметьте, да, что парень приходил к вам. Только. А, что делали вы? Понимаете? Вот. Непонятно. Непонятно, что делали вы. Ну, как бы. Кроме, кроме того, что, значит, говорили, что расстанетесь там, да, и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, это позиция, это какая позиция? Позиция жертвы с переходом в позицию преследователя. То есть, то есть, сперва я жертва, сперва я ни за что не отвечаю, а потом я становлюсь преследователем. И начинаю уже, как бы, предъявлять претензии. Вот. Ну, человеку. В данном случае, вот, вашему мужчине. Вот. Лучше сказать, наверное, жениху. Вот. Дальше. Идем. А, так. Надет. А, давай понять, что скучает, у него какой-то внутренний барьер. И все. В этот день. Я попросил его этого не делать. Да? Прямо-то ничего не меняется. Так вы ему не помогали, не помогали поменяться, да? А, и все. В этот день он баскировал фотографии, где мы счастливые, где он делает мне предложение. С следующего дня он молчал. Вопрос. Вот. Как? Как вы видите вообще перемены? Ну, вот. Вообще перемены любые. Как это должно происходить? Ну, наверное, наверное, это должно происходить постепенно. Наверное, это должно происходить добровольно. Да? То есть человек, как бы, ну, чтобы он себя не ломал. Да? Ну, наверное, я так думаю. Как видите перемены, как вы видите перемены? А вы видите перемены так, что по вашему указанию человек достаточно меняется. И вы просите его ничего не делать, потому что ничего не меняется. При этом вы не высказываете ничего, что позволило бы думать, что вы как-то сами менялись, сами что-то делали и сами помогали ему измениться. Потому что это, ну, как бы, нелегко. Вот. И после этого вы, ну, после того, как вы ему сказали, он перестал вам, значит, писать, да, перестал к вам проявлять активность. Вот. И вы после этого, значит, неделю подождали, да, вот, значит, ну, неделю вы идёте, значит, а потом пишите ему, что вам плохо. Без него. Вот. То есть показываете свою зависимость. И, и противоречия, опять же. Вот. Почему противоречия? Да, почему противоречия? Потому что если ничего не меняется, да, если вот как, ну, как вы говорите, ничего не меняется, что, соответственно, соответственно, ни о каком плохом состоянии без человека речь не идёт. Даже ничего не меняется, вы выбрали. Когда же вы говорите, что вам плохо, это означает, что либо вы, эээ, ну, хотите начать манипулировать опять человеком. Вот. Ну, либо вы не уверены в себе. Так, дальше я написал, что мне очень плохо без него. вот смотрите, как, как мужчина должен был на это отреагировать, на то, что вам без него плохо. Начать вас спасать. То есть вы жертва. Опять же, да, говорим об этом. Вам надо не спасать. Заметьте также, что вы говорите в этом сообщении о себе, что вы говорите не о нём, как любящий человек. Вы говорите о себе, что вам плохо без него. Забывая о том, что у него, как бы, ну, тоже есть, эээ, там, определённые, может быть, эээ, проблемы. Да. Вот. Которые он, что, как-то пытается решить, да, то есть, ну, как минимум, как минимум агрессия и, эээ, внутренние барьеры, ээээ, ну, знаете ли, да, не самое приятное вообще состояние. Вот. Но вы говорите о том, что плохо вам, не думая о нём. Почему? Почему так происходит? Потому что вам действительно плохо. Вот. Парадоксально, но вам действительно плохо. Только ответственность за то, что вам плохо на себя вы не берёте. А как бы говорите им, эй, дорогой, мне плохо без тебя. Подразумеваю, что он должен прийти и избавить вас от этого состояния. Вот. Ну, как бы, к сожалению, не придёте, к сожалению, не избавят. Потому что это не его ответственность. Это ваша ответственность. Это ваша ответственность. То есть, вам плохо, но почему? Чем плохо? Что вы думаете? Какие у вас чувства в этот момент? Мысли? Как, как, эээ, тело себя чувствует, ну, в смысле? А, там, напряжено ли оно или, там, нет, например, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете? Вот это всё, вот это всё нужно смотреть, нужно рассматривать. Только тогда, только тогда можно будет уже о чём-то говорить. Тогда вы сможете взять личную ответственность. Мне кажется, что, ну, как бы, вот, парень, парень это парень. Да, то есть, вот, ну, мой парень это парень. Я, конечно, всё понимал, да? Вот. Ну, и я, как бы, вот, я, это я. Вот. То есть, вот мой парень, а вот я. Как бы. Вот. И всё. И это уже работа. Это уже работа непопредственно с вашими чувствами и с вашими эмоциями. То есть, вот он ключевой аспект себя проявил. Мне плохо. Спасибо. Дальше. Дальше. В воскресенье я решила... Так. Значит. Он старался, как можно меньше меня отвечать. Как вы это восприняли? В воскресенье я решил, что нам надо увидеться и поговорить. Он в этот день гулял с друзьями. И запевал годы. Опять же, здесь как бы идёт обесценивание. Вы решаете, что вам нужно поговорить. То есть, вы, Лидия, решили, что вам вдвоём нужно поговорить. Опять. Вы опять решили что ли для себя. Да? Потому что вам плохо. То есть, вместо того, чтобы разобраться в себе, да, вы решаете, что вам нужно поговорить. То есть, опять, опять убежать от своих проблем. Мы договорились встретиться. Встретились, поговорили, решили, что хотим быть друг другом. И будем все менять вместе. Провели вместе ночь. Договорились опять, что будете менять. А что менять? Ну, конкретно. Почему менять? Какие условия? Какие границы? Перемен. Вот. А какой фундамент для перемен? На стиле следующий день заметил, что он относился ко мне с неким холодом. Ему неинтересно разговаривать со мной по телефону. Часто мне писать. Он не хочет после работы идти ко мне. В общем, всё очень холодно. Будь то мы чужие люди. Я одна редкая брата, что он меня любит. Это всё отсутствие внимания к вам. Это отсутствие внимания к вам и переживания по поводу себя. Но это никак не ориентация на человека, у которого тоже происходят какие-то процессы. Если помните, он сделал вам предложение, что довольно серьёзный как бы шаг. Вот. Из-за его подобного поведения меня начинает отталкивать. Здесь вы играете в игру всё из-за тебя. Посмотрите эту игру в интернете, Лидия, я думаю, там вы найдёте дополнительную информацию об этом. Ибо есть ощущение, что он зашёлся со мной только потому, что я пришла первая и он реально разлюбил или уже начинает отвыкаться. Это, опять же, неуверенность в себе с одной стороны и с другой стороны жертвенное отношение и поведение по отношению к другому человеку. Дальше. В общем, в ближайшем будущем он меня бросит. Бросит. Ну, об этом, во-первых, никто не говорил. Вот. Там что-то вы всё-таки договорились что-то менять. Другое дело, что мне обговорились сроки и так далее, и так далее, и так далее. Но! Но! Вы поймите другое. Что это вам мысль пришла. Вам эта мысль пришла. И вопрос здесь заключается в том, что для вас значит, что он вас бросит. То есть, вы боитесь быть брошенным. Понятно? Вы боитесь сами быть брошенным. А значит, в глубине души, да, не можете позволить себе быть слабой, не можете позволить себе на духовном уровне быть слабой. На духовном уровне вы пытаетесь всё контролировать, быть сильным. А на поведенческом уровне вы слабая, потому что вы, как бы, зерства, и вы всё пытаетесь через другого человека для себя, как бы, получить. Духовно нужно стать слабой, и тогда поведенчески вы станете более активной, что позволит вам быть более естественной, более самобытной, более самобытной. Для духовного отпускания нужно работать со страхами, с самооценкой, с вашими чувствами и так далее. Вот, например, да, что произойдёт, если он вас бросит? Ну, бросим вас, и что? И что дальше? Понимаете, если вы самобытный человек, уверенный в себе, то, как бы, что-то вас бросит, ну, конечно, будет неприятно, да, грустно, но не будет критично. И вы точно не то, чего стоит бояться, потому что, если человек бросает, значит, чувств, как бы, как бы, к вам у него больше нет. А раз у него нет чувств, значит, соответственно, он с вами не счастлив, ну, и значит, как бы, вы, как любящий человек, его отпускаете. Дальше. А я не знаю, что делать, мне, мне, что делать, чтобы что? Мне или надо ему как-то помочь, мне помогать, мне надо опять это жертвенное поведение здесь. Ну, как, я не знаю, нет, это его проблема, и проблему эту должен решать только он сам. Или всё-таки переступить через себя и расстаться, потому что это адски невыносимо, что мы чужие. Мы как будто чужие. Понимаете, адски невыносимо вам. Вам адски невыносимо. И прежде чем принимать какие-то решения относительно ваших отношений, нам необходимо разобраться с тем, почему вам адски невыносимо. Ведь за своё внутреннее состояние, за своё духовное состояние, за своё эмоциональное состояние отмечаетесь только вы, никто больше, не молодой человек, вы. И, соответственно, сначала вы возьмёте контроль над своим духом, над своим эмоциональным состоянием, и уже после, уже после этого можно будет принимать какие-то решения. Только так и не иначе. Ну, вот. Ну и обратите внимание, если вы не задаете вопросы. Вот. То есть, вопросов у вас как бы нет. То есть, это просто вот, я не знаю, что мне делать, и, соответственно, запрос на какой-то совет. Но психологи, они не дают советов. Вот. И поэтому мы можем помочь вам разобраться в себе, но мы... Ну, мы не можем давать советы, потому что решение принимают только вам. Другое дело, что если вы будете кому-то помогать, ну, вот в данном случае, да, это деструктивная позиция по отношению к именно вам. Потому что вы таким образом становитесь спасателем. Это роль из треугольника Карпмена, о котором вы можете почитать в интернете. Так вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если остались вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. И давай опятьم их будет!" Продолжение следует...